Вопрос. Это о ходе иммунизации против гриппа в эпид-сезоне 2015-2016 годов и дополнительных мерах по достижению необходимого охвата профилактическими препятствиями в своей медицинской области. Согласно данному решению, в эпид-сезоне 2014-2015 годов отмечалась умеренная интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРГИ, что в значительной мере обусловлено высоким охватом групп населения профилактической вакцинации. Для сдерживания негативных тенденций развитие эпидемического процесса заболеваемости гриппом и ОРГИ в Ленинградской области было привито в прошлом году 28% населения, что обеспечило относительно эпидемиологическое благополучие и предотвратило широкомасштабное распространение заболеваемости гриппом и ОРГИ среди населения Ленинградской области. За счет областного бюджета дополнительно приобретено 4 тысячи доз противогриппозной вакцины для вакцинации контингентов, не вошедших в этот национальный календарь к антологическим прививкам, то есть дополнительно выделены средства. Для обеспечения 28% охвата населения прививками предлагается привлечь также и руководителей предприятий, организаций, расположенных на территории Ленинградской области, с предложением за свой счет заключить договоры с организациями, которые занимаются прививками, и привить работников своих учреждений и организаций и предприятий. Ну и, конечно же, хотелось бы еще раз, в ходе случая присутствия прессы, обратиться к руководителям предприятий, организаций, всех форм собственности, для того, чтобы были приняты решения, заключены договоры с медицинскими организациями для проведения вакцинации своих работников. Это достаточно важно. Коллеги, предлагается, значит, по нашей повестке заслушать информацию о ходе иммунизации против гриппа в Кингисельском районе. Пожалуйста, главный специалист Роспотребнадзора Панькина Галина Анатольевна. Мы говорили в прошлом году. Ситуация в этом году складывается так. В рамках национального проекта, то есть за счет средств федерального бюджета, запланировано привить 22 тысячи населения района. При этом охват вакцинации составит 27,6% от численности населения района. Планируемый областной показатель охвата 28% населения. Для достижения этого показателя нам нужно привить чуть больше прививок в рамках национального проекта. Поступление вакцины в этом году началось очень рано. Уже 6 августа поступила детская вакцина. Взрослая вакцина поступила в конце августа. И на сегодняшний день, не на сегодняшний день, на 15 октября у меня данные. Ведется мониторинг еженедельный. На 15 октября привито по календарю нацпрививок 10 421 человек. Это 47,4% от плана иммунизации. Детское население привито на 66,5% от плана. По решению областной СПЭК запланировано закончить иммунизацию в рамках национального проекта до 5 ноября. На сегодняшний день вакцина, которая поступала в район поставки были, она была использована полностью еще на прошлой неделе. Сейчас, насколько я узнала, буквально утром поступила вакцина детская. Для завершения прививок в рамках национального проекта детского населения. Взрослой вакцины пока в районе нет. Как бы ожидания поставок, но пока нет. Не обозначена дата поставки. За счет средств организаций на 15 октября было привито 253 человека. За счет областной вакцины 350 человек. Таким образом, общее количество привитых против гриппа на четверг прошлой недели составляло 11 024 человека. Это 13,8% от общего количества населения. Будет предплама 28. Но вот такая ситуация складывается. Прививать активнее. Ну, рабочих предприятий активнее. Конечно, 300 человек, которые нам нужно для достижения необходимого количества населения. Это для нас не много. И, в общем, мы этот план уже выполнили. Но будут предостаточно количества вакцин в рамках национального проекта. При таком-то, мы ожидали. А достичь показателей 28% охвата нужно. Мы всегда прививали 1,5-2 тысячи населения за счет предприятий. И, наверное, снижать этот показатель не нужно. Понятно. Значит, ну, так сказать, из сложной информации мы, конечно, сейчас послушаем, каким образом у нас идет вакцинация детского населения. Экономика инвестиций, которые занимаются непосредственно взаимодействием с предприятиями района. Сегодня Митала Александровна присутствует. Мы предложим комитету экономики подготовить и направить письма руководителям предприятий, с которыми они работают, о проведении вакцинации, профилактических мероприятий. И заодно, наверное, предложим, ведь руководитель предприятия может принять решение, заключить договор с медицинскими организациями, которые находятся на территории Кингисевского района. В данном случае, понятно, первым делом, наверное, стоит обратиться непосредственно, значит, в межрайонную больницу в государственное учреждение, потому что такую услугу оказывает, значит, наша межрайонная больница, естественно, на профессиональном уровне. В общем-то, у нас также автономное учреждение муниципальное оказывает такую услугу, Кингисевская поликлиника. Ну и, наверное, вправе, конечно, руководителя предприятия заключать договоры с любыми медицинскими организациями, оказывающие такую услугу. В лечебных учреждениях приемов больных гриппом, пожалуйста, Сергей Геннадьевич, главный врач межрайонной больницы. Доброго, молодежь. Доброго, молодежь. Доброго, молодежь. Продина корректировка потребностей в противовизуальных препаратах, в средствах конденсуальной защиты, в медицинском оборудовании. В препаратах по предложенному комитетам здравоохранения перечню мы закупили орбидол, тамифлю, виферон. Единственное, что не в тех количествах, которые рекомендует нам комитет. На сегодняшний момент запасы товарные на складе меньше рекомендуемого комитетом, но у нас заключены договоры на поставку этих препаратов в течение конца 2015-2016 года. Мы привили уже 2721 ребенка и использовали всю вакцину, которая была получена на 15 октября со вчерашнего дня. На этой неделе мы получили дополнительную вакцину для детей в количестве 1375 доз и начали вакцинацию детей для того, чтобы разрешить вакцинацию по детям. И план 4095 человек, потому что мы до конца акция для по детям выполнены. Что касается вакцинации взрослого населения, то детей мы прививаем вакциной Гриппол плюс, взрослых мы прививаем вакциной Гриппол. Вакцина была получена нами в количестве 7700 доз, это 43,6 от заявки. На 15 октября вакцина была использована полностью, на сегодняшний момент дополнительная вакцина к нам не поступила. Поэтому мы ждем поступления, обещают нам на этой неделе. Мы неоднократно обращались в комитет с письмами о необходимости поставки вакцины в район, для того, чтобы не срывать график вакцинации. Но пока вакцина не поступила, надеемся, на этой неделе она поступит, мы тоже возобновим вакцинацию взрослого населения. Как сказали представители Роспроекта Назорова, действительно нами привито на сегодняшний день 10 420 человек, что составляет 48% от плана. И охват вакцинах в полном северном районе составил 13,8. Для достижения охвата 28% нам планируется по федеральным поставкам привить 26,2% населения. И 1,8 планируется привить за счет организации предприятия. На 20 октября за счет средств предприятия привито 247 человек. Это были заключенные договоры на 18. Еще 107 человек нам предстоит привить при заключении договора. Тогда сумма на 2027,7%. С нами постоянно проводится врачебная конференция на тему клиника, диагностика и слабость гриппа. Мы проводили неоднократно на оперативных совещаниях заслужили информацию по ситуации с прививками. Проведен совет по вакцинации против гриппа и по нашим мероприятиям эпидсезонным. У нас все условия соблюдения хранения вакцины соблюдаются. У нас есть достаточное количество холодильников при поступлении вакцины. Мы полностью соблюдаем так называемую холодовую цепь. У нас нет нигде на этапе поступления вакцины к нам в район до прививки пациентов. У нас нигде нарушений в хранении вакцины. Все время она хранится в необходимых условиях при необходимом температурном режиме. Постоянно в месяц проводим мониторинг работы и отчитываемся по количеству привитых пациентами детей и взрослых. И в школах, и всех других учреждений образования, и государственных я имею в виду. Возможность получения вакцины, она имеется в условии для этого все созданы. Второй момент, который хотелось бы обозначить для нашей прессы. Если к вам обратятся руководители предприятия по заключению договора, вы же можете выехать на предприятие провести? У вас также может работать и мобильная бригада, которая выезжает на предприятие и прямо на предприятие вакцинирует. Например, у нас в самой районной администрации уже это проделалось два раза. Выходила бригада сотрудников медицинских и, соответственно, вакцинируются работники администрации. Представлена такая возможность. Также это может производиться и на любой организации, на любом предприятии, которое обратится в нашу мишельную больницу. Скажите, пожалуйста, номер телефона, по которому можно позвонить руководителю и, так сказать, для заключения договора с вами. Да, действительно, у нас есть такая возможность, мы никому не отказываем от договора. Это телефон скитаря 229-6, она уже дальше переадресует к нашим специалистам, который заключит договор. У нас есть, у нас созданы мобильные бригады, мы действительно выйдем и придем на предприятие, на предприятие, по районам, группам. У нас точно так же, как и клиник медицинских, потому что мы совместно с ней работаем. Мне действительно хочется отметить, что у нас через день на образование есть проблемы, есть наши рабочие моменты. Какие-то у нас действительно с кем легче всего работать, это со школами, детками создания. Мы прививаем там все организованные контингенты детей, мы прививаем очень много. И как в медицинке, так и в Анголе, так и в Ксимурове, проблем нет. Мне бы хотелось еще отметить, что вакцинация у нас идет уже не один год против гриппа. У нас не зафиксировано ни одного случая побочного реакции, побочного эффекта, не боже упаси, но и заболевания после прививки. Но хочу еще раз отметить, что у гриппа сам по себе это является опасной инфекцией, особенно осложнения после гриппа. Вот видите, что при тяжелой форме гриппа возникают и осложнения, которые... Который человек потом страдает всю оставшуюся жизнь в виде там или поражения почек, ламеров, нефритов, или пива нефритов, в виде поражения сердца, медкардитов и других, поражения легких и других заболеваний, других органов, да? Но при прививках ни одного случая этого не было. Я думаю, что это надо все-таки об этом думать и не считать так, что грипп можно пройти всех... Может коснуться любого, а меня он точно не затронет. Вот так. Политика страуса, когда голова в песок, она, к сожалению, приводит к так плачевным результатам. Я не хочу здесь портить, наверное, в том нашего совещания, но тем не менее, мы должны сказать, что ежегодно в лекарственной области умирают пациенты, особенно от пожилого возраста, особенно дети, или со книжным иммунитетом, в качестве болеющие от гриппа или от его осложнения. Такие случаи ежегодно регистрируются в лекарственной области. Так все-таки легче делать бесплатную прививку, чем потом тратить деньги на лечение, не дай бог, что попасть в больницу и потом продать, потому что сошли и все так, что есть. Ну, что все-таки. Спасибо большое. В продолжение нашего разговора, ягодина Маргарита Акуровна, пожалуйста, главный врач, Илья Курисевская. И уже проделаны прививки 143 человек, и сейчас проводится иммунизация еще 78 человек, то есть это работники предприятий, промышленные предприятия района, отцена которых приобретена за счет предприятия. В настоящее время в стадии подписания находятся договоры еще с тремя предприятиями. Связано это с тем, что предприятия крупные, и подписывать договоры с ними достаточно сложно, потому что идет очень серьезная, длительная система согласования. Но я думаю, что вот эта цифра в 300 человек, она, естественно, уже практически предпринимает, это количество работника, но тем не менее работа еще ведется и будет вестись, потому что время у нас еще вести. Кроме заговора с предприятиями, в политлинике работает процедурный кабинет, в этом процедурном кабинете любой, кто приходит в поликлинику по своим вопросам, может также бесплатно иномизироваться против гриппа. Объявление у нас висит, эту бесплатную вакцину мы получаем в клиническом кабинете здания районной больницы. Но нужно отметить, что часть иномизации проводят иммунизацию против гриппа, но проводят за счет средств добровольного цензового страхования, на которой, к сожалению, вот эту информацию мы по количеству людей просто сообщить не можем, потому что предприятия пока такую информацию нам не дают. Но это тоже жители нашего района, это работники нашей промышленной предприятии. Поэтому, наверное, эту информацию мы можем получать позже, где-то в ноябре месяце. Значит, непосредственно мы также участвуем в бесплатной иммунизации. На сегодняшний день в нашей поликлинике иммунизированы жители города, которые обращаются в количестве 156 человек, то есть кто приходит самостоятельно. Кроме того, мы проводим очень активную работу силами кабинета санитарно-просветительной работы, это в детских образовательных учреждениях, на предприятиях, с которыми мы активно работаем. И вот с людьми пенсионного возраста, потому что в ЦСО мы фактически каждый месяц появляемся, в том числе с вопросами иммунизации против гриппа. Мы, учитывая, что третий-четвертый квартал, у нас очень активно мы заняты проведением профилактических осмотров работников промышленных предприятий, работающих в трудных и во вредных условиях и опасных условиях трудах. Одновременно мы проводим, объясняем обязательность, необходимость проведения противоэпидемических мероприятий, таких как реализация против гриппа, непосредственно на рабочих местах. То есть мы выезжаем непосредственно на предприятия. Но соглашусь абсолютно с Сергеем Геннадьевичем. С 1991 года мы работаем в системе иммунизации на промышленных предприятиях, и ни разу не было осложнения, чего, кстати, очень боятся, почему-то жители, вообще население очень боится, осложнения от прививки против, от вакцины против гриппа. Ни разу не встречались с какими-то осложнениями. То есть гриппоэта или инфлювак, то есть эта вакцина, которая создана у нас в Российской Федерации, или Нидерланды, или Франция, абсолютно ни разу не было никаких осложнений. То есть это все, я считаю, абсолютно беспочвенные страхи, а польза очень и очень большая. Потому что даже если вы переболеете после вакцинации, болезнь будет протекать именно очень и очень легко. Поэтому вот это нужно понимать. Но работа ведется, и я думаю, мы будем продолжать. Хотелось отметить, чтобы наши граждане не путали, что прививка от гриппа защищает только от гриппа, а не от всех вирусных инфекций. Сейчас вот идет все равно подъем заболеваниями вирусными инфекциями. Это проявляется либо насморком, либо повышением температуры. Это не значит, что человек переносит грипп, и если он приведется от гриппа, то он не будет варять вирусными инфекциями. Вирусов большое количество, которые поражают там много наши органы дыхания, носотводку, да, и там все эти насморки, фарингиты, ларингиты, они бывают. Мы сейчас говорим именно о прививке против гриппа, инфекции именно обоеваемым вирусом и гриппом. Это вызывает большее количество осложнений, не от других вирусов. Чем проявляются первые симптомы вируса вирусных заболеваниях? Это повышение температуры без каких-либо там программальных явлений. Боль в мышцах, болезненность при взгляде на боль в глазах или болезненность при взгляде на яркий свет. Это вот и репрессия. Не насморком, не каким-то там покашенными решениями в боль. ...последователь комитета по образованию о ходе иммунизации организации, иммунизации против гриппа в образовательных учреждениях. И сегодня также предлагаю, значит, после выступления Елены Николаевны, мы пригласили руководителя детского сада услужского как раз-таки проинформировать санитарную и психологическую комиссию о состоянии заболеваемости в детском саду и, соответственно, о тех мерах, которые руководители образовательного учреждения принимают по, значит, своевременной вакцинации, о соблюдении санитарных мер в образовательном учреждении. Первый приказ был направлен 10 августа на руководителей учреждений, в котором был четко регламентирован весь процесс, который необходимо подготовительный пройти до наступления эпидсезона. И все прекрасно понимают, что очень большая работа должна была проведена с родителями, поскольку для того, чтобы привить ребенка, необходимо получить личное согласие от каждого родителя. Соответственно, вот эта подготовительная работа была начата. Затем, когда начался процесс, в начале, где-то в первой декаде сентября, мы поняли, что процесс этот нужно активизировать. И был направлен еще один приказ комитета по образованию в учреждения, где уже руководителям было вменено в обязанности взять под личный строгий контроль все процессы, которые идут в учреждениях по вакцинации. Во всех учреждениях проведены были родительские собрания, где выступал медик, о котором уже ранее говорилось, объясняя, ведя такую пропагандистскую, просветительскую работу, объясняя то, о чем говорил Сергей Иначе, в пользу и необходимость данного процесса. По данным на 15 октября, по плану должно быть прибито 2850 школьников с 1 по 11 класс, по факту привито 1638 учащихся, что составляет 57,5%. Как уже Мария Анатольевна сказала, дошкольники привиты полностью 100%, на план выполнены это 975, по плану и столько же по факту. С педагогами на сегодняшний день дела обстоят так, по плану нужно привить 1550 человек, привито по факту 1062, то есть 68,5%. Когда вакцина поступит, этот процесс будет продолжен, и я надеюсь, что мы, конечно, на необходимые цифры выйдем. Сейчас проводится не только процесс иммунизации, но и выполняются все профилактические мероприятия, чтобы избежать вспышки этого заболевания. Я не буду сейчас рассказывать, что им там проведет, или со соблюдением температуры. Расскажите. Ну, по приказу, какие необходимо мероприятия провести. Во-первых, проводится, что касается детских садов, у них обязательно проводятся закаливающиеся процедуры, соблюдение дезинфекционного режима, регулярное проветривание, влажная уборка помещения, обеззараживание воздушной среды, обязательно витаминизация пищи. Я уже говорила, что это касается и детских садов, и школ в том числе. Плюс обязательно отслеживается наличие необходимого оборудования, там термометры, бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства, средства личной гигиены, индивидуальной защиты и так далее. То есть с медиками здесь у нас идет очень тесная работа и взаимоконтроль. Плюс просветительско-разъяснительная работа и с родителями, и с детьми, со старшеклассниками были проведены классные часы. В рамках предмета ОБЖ всегда это тоже вопрос поднимается иммунизацией, когда речь идет о здоровье. Со взрослыми детьми уже мы тоже на равных общаемся и объясняем им полезность и необходимость этой процедуры. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Считается, что самой эффективной мерой организации, исключение вспышки в каком-либо учреждении, является закрытие групп, например, дошкольных учреждений на карантин. На сегодняшний день у нас закрыта одна группа в Услужском детском саду. Жанна Размиховна сейчас скажет. Больше ни в одном учреждении, ни в школах, ни в детских садах. Таких мер не было необходимости их принимать. В детском саду у нас получилось так, что карантин у нас с 15 по 21 октября. Закрыли группу раннего возраста по ОРВИ. Значит, хочу сказать, что причина еще в том, что дети маленькие, это отходят от двух, которые только начали посещать детский сад. Естественно, у них еще иммунитет не... Чаще всего разумеется. Да, чаще всего именно ясленная группа, потому что дети дома заодно. А здесь чем больше детей, тем больше, понимаете, общения, микробы у каждого свои. И из-за этого вот это получилось, что какие меры мы приняли. Естественно, сразу я своим приказом вела карантинное мероприятие по всем группам в детском саду. Мы очень хорошо общаемся с Мариной Анатольевной каждый день. Значит, звоним, докладываем, как, что у нас. У нас, как карантин назначили, с того дня пошел рост посещаемости, наоборот, а не убывания детей. Значит, мы сразу что... Ну, у нас есть, естественно, формик, все как положено, все-все-все работу вели, все игрушки, все убрали, никакие ковры, все убрано. Мы даже приняли меру по всему саду, скажу честно. Я провела общий родительское собрание, общий родительское, именно 15-го числа это собрание, я провела все родителям, мы разъяснили, объяснили, все сделали. А медицинский работник присутствовал у нас? К сожалению, да, с больницей мы пригласили, так как у нас нет. Но нормально, у нас работа ведется, спасибо ей Сергею Геннадьевичу, все все контролируют, работа ведется. В общем-то, дело в том, что у нас немножко проблема стала из-за того, что 47 дней, к сожалению, дано было неправильная информация по поводу того, что у нас в детском саду родовирусная инфекция. И то не так было дано, сначала якобы 6 детей госпитализировали с детского сада с отравлением. Что было, конечно, я очень возмущена тем, что наши корреспонденты такие, вот если они пишут, они должны проверить все факты, согласитесь. Мне звонили после того, как эта информация была, даже с прокуратурой, мы сразу проверили информацию, мы позвонили больницу, мы позвонили детское отделение, инфекционное отделение, ни один ребенок из детского сада из Сусловского поселения не поступило. Как вы это комментируете? Я говорю, ну вот комментарий такой, я даже задала вопрос, скажите фамилии, кто вам звонил, хотя бы понимать. Ну вы же понимаете, мы говорить об этом не можем. Сначала я звонила нашему врачу, естественно, я консультировалась с Инной Викторовой, на что ответ получила. Может быть, это родовирусная инфекция? Оно не подтвердилось. У нас ОРВИ в детском саду, ничего страшного у нас не было. Вот, как бы, работа ведется, все нормально. С родителями прямо 15-го числа я собрала, все всем объяснила. Жанна Розвега, на сколько в детском саду детей зачислено у вас? На сегодня у нас 144 ребенка. А сколько как раз-таки отсутствует ввиду, так сказать, заболевания? Ввиду заболеваемости у нас небольшой процент. Мы на этом, Анатолиевна, также каждый день даем информацию. Но у нас родители, в связи с тем, что 47 Ньюс появилась вот эта информация, многие родители испугались и детей сняли в домашнюю решение. Ага, то есть не просто по справке, да, о том, что заболевание? Нет, нет, нет. По заболеваемости у нас вот маленькие дети только. Сколько у вас сегодня присутствует детей? Сегодня у нас 82 ребенка, домашний режим, могу сказать, больше 40 детей. Вы понимаете, испугались родители и попросили поддержать это не ввиду. Право родителей, скажем так, принимать решение, вести ребенка в детский сад или нет. Важно то, что сколько детей действительно заболело, и значит, у них будет справка. Да, естественно, ОРВИ. А уж там, как говорится, кто по желанию по своему, значит, должно быть заявление на заведующего детского сада о том, что данный ребенок будет в какой-то период отсутствовать. Есть заявление, все подойдет. Потому что договор заключен с каждым родителем, и, соответственно, работа должна быть. Да, в этом случае, значит, все хорошо. Председатель комитета социальной защиты Ефимова Арина Леонидовна по организации деятельности, по иммунизации лиц, проживающих в учреждениях социального обслуживания, персонала, ну и, соответственно, на службе граждан. Компания по иммунизации против гриппа, в учреждениях оформлена основная информация по лечению пропилактики против гриппа, а также составлены списки сотрудников и граждан пожилого возраста и инвалидов, посещающих Центр несовершеннолетних детей по иммунизации. Также среди сотрудников проведены профилактические индивидуальные беседы по поводу проведения иммунизации. И на базе учреждения для несовершеннолетних 30 сентября была проведена иммунизация сотрудников, и с учетом медицинских показаний были привиты 49 человек, что составило 75% от штатной численности. Что касается воспитанников учреждения, они в основном проходят иммунизацию против гриппа по основному месту занятости, это в образовательных учреждениях, за исключением тех несовершеннолетних детей, которые не посещают школьное учреждение и находятся на социальном обслуживании в стационарной группе. И 29 сентября были привиты несовершеннолетние дети, которые посещают Центр. Организация иммунизации лиц военным комиссариатам, подлежащих призыву на военную службу. Как вы все знаете, сейчас проходят осенние призывы гражданам на военную службу, который начался от 1 октября и заканчивается от 31 декабря. По плану на военную службу должно быть позвано 89 человек. На мероприятие, связанное с призывом, вызывалось 800 человек. Из граждан, которые будут призваны на военную службу, в настоящее время прошли иммунизацию 60 человек. Из них 43 человека прошли в приемочном кабинете, и 17 человек пришли уже на предприятиях и были привиты. После 15-го числа иммунизация прекратилась, так как закончилась вакцина. Призывная комиссия работает в настоящее время два раза в неделю. Завтра первая отправка. А граждане должны быть привиты за 30 дней до отправки войска. Поэтому 29 человек остаются непривитые, и нам их мало, как можно сказать, их привить. А что для этого надо сделать? Это должны быть вакцины. Заявку вы подали. У нас есть договоренность, да, они у нас отработали в этом моменте, только не вакцинах. Как только поступит, нам сообщили, что нам будут сообщать, и наши призывники будут привиты. По мысли по плану. Ясно. Ну, мы еще... Спасибо большое. Значит, мы еще предложим комитету по безопасности, который у нас сегодня присутствует, так же, как комитету экономики и комитету ЖКХ, направить письма в организации, с которыми вы работаете. Я знаю, это полиция, да, и другие службы военизированные, военная часть. Как раз-таки тоже с предложением об организации вакцинации своих сотрудников, прежде всего, ну и, соответственно, всего того контингента, с которым мы работаем. Коллеги, значит, уважаемые члены комиссии, вашему вниманию предложен проект решения по данному вопросу о ходе иммунизации против гриппа и дополнительных мерах по достижению необходимого охвата профилактическими прививками в Камгисепском районе. Я предлагаю вам посмотреть этот проект решения. Ну и, соответственно, сохраняются все-таки стабильными показатели заболеваемости педикулеза. Уважаемые коллеги, естественно, комиссии предлагается также рассмотреть на нашем заседании данный вопрос. Ну, конечно, зачастую нам кажется, что первая проблема – это соблюдение непосредственно личной гигиены. Но бывает иногда и не так. Поэтому предлагаю послушать Сергея Геннадьевича в этом направлении. В прошлом году было зарегистрировано на 9 месяцев 8 случаев, в этом году 16. С показателем 20 на 100 тысяч населения. У нас есть приказ по профилактике педикулеза и, соответственно, цепного ТИФа. Это то заболевание, которое переносят в ШИР. Мы работаем в соответствии с САНПИНом по профилактике паразитарных болезней на территории Российской Федерации. Нами постоянно проводятся рабочие совещания. Мы обращаем внимание наших медработников, особенно детских учреждений. Это фельдшера и врачи детских дошкольных учреждений, школ на предмет педикулеза и левшивости. Нами за этот год осмотрено в детских дошкольных образовательных учреждениях 3 948 детей. Всех. Всех, да. В школах, это детские, это дошкольные образовательные учреждения, детские сады. Значит, школы, техникум и колледжи 6 627 человек. На здравительные учреждения при поисках в лагерь 2830 человек. И через медицинские организации мы осмотрели 6890 человек. Надо отметить, что у нас действительно есть проблемы в приемном покое. В связи с уплотнением и изменениями требований к приемному покое, к поступлению пациентов. У нас сейчас нет полноценного самопропускника, который был при строительстве больницы. Но я хочу напомнить, что больница наша проектировалась на как стационар на 200 коек. Сейчас там находится 335 коек размещено. Введены дополнительные отделения. Но, тем не менее, мы осматриваем на педикулез всех поступающих. Мы купили дезинфекционную камеру в этом году. У нас сейчас 2 дезинфекционных камеры. Мы проводим при выявлении педикулеза или гнид. Мы проводим обработку самого пациента и всех его вещей. У нас есть в приемном покое препарат для лечения педикулеза мигилиз. Достаточно однократной обработкой. Вся информация. Действительно выявлена у нас в детских дошкольных учреждениях. 5 человек в этом году, в том числе один семейный человек с двумя случаями. И по школам также 5 случаев среди учащихся начальных классов. Мы, конечно, рекомендуем всем родителям периодически осматривать волосевой покров в голову своих детей. При выявлении наличия подозрительных насекомых или образований на педикулез или на вшивость, то не надо впадать в панику, потому что разумнее всего обратиться к педиатру банально. Сейчас есть современные препараты. Он проинструктирует, как провести обработку, потому что родители чаще всего, может быть, из-за какой-то своей эмоциональности излишней, детей-то обрабатывают, но забывают обработать лишние вещи ребенка. И поэтому могут возникать рецидивы. Педиатр тут полностью все расскажет, как проводить обработку ребенка, личных вещей. Проблема будет решена. Мы будем рекомендовать нашим родителям более внимательно относиться к детям. Может быть, если при обнаружении, естественно, обращаются непосредственно к педиатру, к доктору, к медицинскому учреждению для консультации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова